Всем доброго времени суток. С вами канал Artmania. И сегодня у меня снова шоппинг. Гуляю я. Зашла на площадь Куйбышева. Смотрите, как здесь красиво. Чуть-чуть зашла, поснимаю. Чуть-чуть поснимаю в другом месте. Мы с вами здесь, кстати, были зимой. Кто-то помнит. Немножечко пройдусь. Сирень, кстати, маленькая. Малышка сирень. Здесь елочки. Где-то дети тут бегают. А вон там дети. Идти снимать нельзя. У нас сегодня холодно. Ветер. Сегодня 22 градуса. 22 или 17. Я не помню. Смотрите, какая травка классная. Первая травка. Одуванчики все уже полетели, конечно же. Которые я собирала. Одуванчики для вас, чтобы с вами порисовать. Они тоже полетели у меня. На следующий день они уже закрылись. И через день они уже полностью все закрылись. Буду пробовать. Потом, может быть, сегодня еще раз соберу одуванчики. Нужно постараться. У меня времени совсем впритык. Не успеваю ничего. Для вас очень-очень много роликов там подготовила. Осталось только смонтировать 22 ролика с обзоров. Вот. Никак времени прям нету. Птички как поют красиво. Все такое зелененькое лето. Почти. Почти лето. Сегодня, кстати, 18 мая. Сегодня Диме год и десять уже. Было год и девять. Уже год и десять. Димочку сегодня тоже покажу. Здесь уже город. Там здание. Смотрите, у него окна. Залепили, закрыли все. А здесь, кстати, гостиницу. Я ее зимой снимала. Сегодня, кстати, читала отзывы. Там номера великолепные. Персонал великолепный. Сейчас мы ее чуть-чуть обойдем. Кстати, вот по этой дорожке гуляю первый раз. Все время как-то посередине, посередине. Вот он. Смотрите, во всей своей красе. Какая красивая. Наверху там, наверное, какая-нибудь столовая. Красивая. Шикарная. Там внутри все шикарное. Лестница из мрамора. Там, наверное, номера очень дорого стоят. Ну, она находится в самом центре. Как раз здесь вот площадь. Самый наш центр. Старенькие дома старинные. Очень красивые. И с сиренью, кстати, у меня тоже не получилось. Она засохла почти на следующий день. Там одна веточка только более-менее нормальная была. Но сирень я, в принципе, не планировала рисовать. Я ее рисовала пару лет назад. Вот я ее так чисто для запаха купила. Но все равно неприятно. Отдала 50 рублей. Не так много, конечно. Но почти не постояла. Вот это у нас каштан. Смотрите, как он красиво цветет. У Димы в комнате там тоже он виден. Цветет. Сейчас мы к нему поближе подойдем. Очень красиво. Все очень зелено. Тюльпаны там, кстати, впереди были. Но ветерок прохладный. Зато я одела свою кофточку новенькую. Не помню, я ее показывала или нет. Но новенькую. За которой я так гонялась по магазину. Как красиво смотреть у них. Цветочки необычные. Вот какие. Сейчас я ее еще сфотографирую. Сейчас я ее еще сфотографирую. Дальше жилки. Вот это вот все это. Не знаю. Это вот все это. Ладно, я ее тоже. Ладно, я сфотографирую. В принципе, вот заглядят... Вот что я там сфотографирую. очень красиво и березка красивая а вот тут тоже кстати поближе какие красивые я бы наверное часто говоря хотела поставить такие цветы дома вазочку но почему-то кстати их никто никогда не продает наверное мне кажется они повянут очень быстро может быть а может быть просто никто не достает до них поэтому знаете каштаны потом лежат кругом никто их не ест толком ничего и кстати по маму какое-то специальное каштановое дерево которое который едят каштан по мяч от пробовала или каштан или желудка не помню такой довольно вкусный так тут смотрите у нас какое-то дерево непонятное какое-то странное дерево какие-то непонятные семечки на семечки какие-то цветочки я думала это рябина с просмотром вообще похоже листочки на рябины сейчас это может быть ремень или нет надо на даче посмотреть Тут одуванчики у нас, полянка и березка, я очень люблю березки. Тут у нас самолет летит где-то, а здесь тоже, смотрите, парк. Слушайте, я даже не знала. Тут как раз книгу почитать хорошо, удобно. Вот они, наши одуванчики. Пойдем обратно. Сейчас я еще немножко пофоткаю, так-то у меня фотографии есть. Но когда здесь солнечно, здесь очень-очень красиво. Именно солнечно. Это просто зелено, там, кстати, дети бегают. Детей снимать нельзя. Очень красиво. Представляете, если собрать такой букетик каштанов. Будет классно. И даже если один маленький каштанчик. Наверное, он не будет долго свистеть. Он завянет быстро. Напишите в комментариях, кто-нибудь каштаны дома вас держал. Цветочки, каштаны. А здесь, смотрите, какое дерево пушистое. Такое пушистое-пушистое. Как красиво, смотрите. Здесь, кстати, четыре парка. По бокам. То есть два парка. Потом площадь. И вот там вот. Я сейчас куда показываю. Там тоже дорожка идет. Там парк. И с той стороны. Если получится, я в конце ролика карту сброшу. Как он? Потому что не во всех, мне кажется, площадях такое есть. Куда я уже не пойду, наверное. Там ничего интересного нет. Вот оно здание с другой стороны. Снимаю его снова. Чуть-чуть. Прозрачные прям. Большие, наверное, номера там. Очень красиво. С той стороны тоже очень красиво. Но это мы с вами как на другой раз. Все постепенно, все по частям. Здесь тоже. Вот они, в принципе, наш город. Центр. Старенький. Здесь старые дома. Старющие. Красивые. Затем. Вот она вырезка. Не представляю даже, как так вырезают. Кирпичиками вон как-то попроще выложить. Мне кажется. А это вот вырезка. Здесь автобус детский. Уже новое здание строится. Вот такие вот маленькие старинные дома. Кирпичные. Деревянные. Сносятся. И что-то строится. Такое прям глаза. Глаза хребет даже. Как-то непривычно. Какие-то кирпичики мелкие. И что-нибудь строится новенькое. Здесь есть балкон. Балкон на крыше дома моего. Здесь строится. Какой-нибудь будет торговый центр. Или дом скорее всего. Хотя больше на торговый центр похож. Такие тут дворики. Кстати, фотографии на старые дома. Самарские. Вы можете найти моего мужа в ВКонтакте. Почти все дома здесь перефоткал. Занимается фотографиями. Окошки какие красивые. Вроде и есть и нету. Дальше пока нет ничего интересного. Так. Ну вот я и дома. Погуляла хорошо. Обзор моих покупок. Здесь не все покупки. Еще купила сливочное масло. Для чизкейка мы с вами будем готовить чизкейк на следующей неделе. Я была в светофоре. Там 500 грамм сливочного масла. Около 50 рублей стоит. И купила черную смородину. Она тоже там где-то рублей 70-80 стоит за килограмм. Там прям крупняшечка такая. Крупная. Очень люблю черную смородину. Вот. Также купила рюкзачок. Он стоил 600 рублей. Купила я в какой-то магазин новая московская ярмарка. Был просто московская ярмарка. А это новая. То есть какая-то другая. Я зашла. Вот. Из одежды я там ничего не нашла. Магазин этот существует уже много-много лет. Я никогда там из одежды ничего не купила. А уходя уже увидела такой вот рюкзачок. Правда конечно он блестки оставляет немножко. Вот. Но красивый очень. Мне кажется на солнышке он будет переливаться. Очень красивый. Вот. Был точно такой же розовый. Но в розовом мне не понравилось. Там была молния вот здесь. И молния вот здесь. И то есть это все шло в один карман. То есть один общий карман. Тут и тут молния. Вот. Ну. Что-то я долго стояла. Думала. Думала. Не стала брать. Только получается один карман и все. А здесь нету. Вот. А здесь есть карманы. Они смотрите запакованы. Сейчас мы с вами их вскроем. Вот. Потому что второй карман он нужен. А внутри тоже все в блестках. Он нужен чтобы там что-то положить. Ключи положить. Я не знаю. Конфетки. Вот. Я обычно сосучки с собой вожу в таких вот маленьких кармашках. Вот. И здесь. А здесь другой кармашек. Вот. Уже без этого. Можно положить здесь спокойно ключи допустим. И все. Ну все довольно хорошо закрывается. Нормально закрывается. Вот. Ну конечно у меня уже руки все в блестках. Ну эти блестки. Когда я стояла думала долго брать или не брать. Я думала если что у меня будет очень много блестков. Я их просто положу на голову себе. И все. У меня там будет голова блестеть. Ну там сказали что однажды конечно эти блестки сотрутся когда-нибудь. Ну в принципе у нас любая одежда стирается. Не знаю. Мне кажется он классный. Просто классный. Вот здесь тоже вот так же вот кармашек по бокам. Ну в такой рюкзак уже не положишь сбоку какую-то бутылку которая будет торчать. Это будет некрасиво. Это более. Больше вернее такой рюкзак чтобы на выход мне кажется. Там ну что-то такое там маленькое что-нибудь положил. И чисто там пофотографироваться. Погулять. То есть вот так вот. Давайте тут его рассмотрим. А там внутри кстати есть кармашек. Ой я вам показываю. Нифига не видно. Вот так. Кармашек там внутри есть. Это кстати тоже очень хорошо. Можно ключи положить туда. Вот. А также чек у меня здесь есть. И все то есть. Да больше нету. Вот оно. Сейчас покажу. Внутри там тоже блестки попадали уже. Довольно хорошо внутри он выполнен. Здесь вот тоже такая довольно подкладочка жестенькая. Вот мне нравится. Цена его 600 рублей всего лишь. Всего лишь 600 рублей. Допустим вот тот другой кожаный я покупала. Тоже на него делала обзор. Его по-моему я за 700 рублей с чем-то взяла. Вот. Но у него кожаные вот тут лямки. Конечно они однажды тоже протрутся. Здесь вот тоже они как раз на плечиках будет. С блестками. А тут вот они не кожаные. То есть они совершенно обыкновенные. Такие плотные тряпочки. Так же двигаются вот они. Все хорошо. Вот. И в одном из магазинов мне сказали, что вот тут вот такой вот треугольничек. То что он есть это очень хорошо. Это считается очень хороший рюкзак. То есть не просто откуда-то оттуда вот. А в случае, наверное, чего, если допустим вот тут вот порвется, то можно будет растоп, как это слово, расшить что-ли, да? И снова здесь пришить лямочку. Вот. С этой стороны он кожаный. Вот. Внизу тоже подкладка кожаная. Тут прям вообще все блестки побежали. Вот. Но у нас на улицах я такого рюкзачка, по-моему, даже не видела. Видела, знаете, фамилия. Почти такой же рюкзак. Он был чуть-чуть побольше. Прорезиненный. И внутри резины вот что-то блестело на солнышке. Такое переливалось. Я еще, помню, долго стояла. Еще зимой это было. Думала, купить или не купить. Купить или не купить. Но не стала брать. Думаю, потом. Когда понадобится, приду. Это, кстати, логика, конечно, неправильная. И когда понадобился мне наконец-то рюкзак, я надумала. Пришла. Его, конечно, там не было. Вот. Но на улице я видела такой рюкзак на солнышке. Он переливается. Очень красиво смотрится. Я жалею, что я его не взяла. Вот. Ну, что ж, теперь уже поздно. Вот. И поэтому, если мне какая-то вещь нравится, я ее беру сразу. Смотрите. Вот тут он отражается синеньким. Видите? Другой цвет. Вот. Ну, тут какая-то штучка. Вот. Она, кстати, на других рюкзачках не была. А на том розовом там было просто вот так вот две молнии. Я думала, что это кармашки. Может быть, в бок куда-нибудь. Нет. Просто чисто для красоты. Но получается один карман. Ну, как-то ни туда, ни сюда. Он такой нежно-розовый. Но я не стала брать. Мне вот этот понравился больше. Вот. Такой он прям молодежный, женский. И ручка здесь вот есть. Очень красивый рюкзачок. И всего 600 рублей. Вот это я вообще, конечно, очень удивилась. Всего лишь 600. Мне казалось, такой рюкзак все-таки должен стоить подороже. Я думаю, 900 рублей. 1200. 1200, наверное, для него была бы вообще самая его прям цена. Довольно он прям хорошо прошит здесь. Все плотненькие. Никакие нитки, кстати, не торчат. Потому что бывает как раз в таких вот магазинах. Типа вот Московская ярмарка. Там вот эта новая Московская ярмарка. Смешные цены. Планета одежды. Вот эти вот как раз все магазины. Сколько раз я уже умудрялась покупать одежду. И домой приходишь. Вроде там смотришь. Все в порядке. Домой приходишь и смотришь. Там на обратной стороне одежды висят куча ниток. Ну, как бы да, эти нитки срезал и все. Но мне непонятно, почему они там висят. Странно. В магазине вроде всего этого не видишь. Там вау, вау, вау. Какая вещь классная. Все. Берешь ее. Домой приходишь. Ну, ладно. Мне не проблема. Ее можно срезать. У меня одежды хватает очень-очень-очень на много-много-много лет. Поскольку у меня одежды очень много. И как бы один год я ношу одну одежду. Другой год я ношу другую одежду. Как бы вот так вот. И поэтому мне ее хватает очень надолго. Вот. Также я зашла в рубль бум. Купила массажный крем. Поскольку у меня периодически. Видно что ли вам? А вот. Периодически у меня бывает болит спина. Потому что тягаю ребенка. Ребенок тяжелый очень. Вот. Ну. Как бы он нужен. У меня начало уже заканчиваться. И я купила 4 штуки. Последние 4 штуки оставалось. Тем более он у нас не во всех магазинах продается. Вот. Поэтому я подумала сразу наверное куплю 2 или 3 штуки. Я смотрю осталось 4 штуки. Я думаю возьму все их. Вот он заканчивается довольно быстро в магазинах. Вот. Вот такой вот. Он разогревающий. И допустим если даже мышцы. Допустим вы начали заниматься спортом. И на следующий день у вас болят очень сильно ноги. Допустим вы побегали первый раз там за 5 лет. Вот. Он очень кстати тоже помогает. Очень нравится. На следующий день у вас уже будет болеть меньше. 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 Или вообще может не болеть. Вот. Также я зашла в фикс прайс. Не без этого. Так. Чек сейчас положу. Здесь тоже у меня чек есть. Виднеется. Сейчас мы так поставим. Вот. Зашла в фикс прайс. Купила я карандаши. На обзоре увидела что это якобы акварельные карандаши. Ну оказывается. Вот. Я решила их взять. Не знаю. Особо честно говоря карандашами я не рисую. Терпеть их не могу. Но здесь всего 200 рублей. Их 36 цветов. Я подумала почему бы не взять. Ребенок растет. Он начнет скоро рисовать. И может быть он начнет рисовать карандашами. Конечно у меня карандаши цветные есть. У меня есть карандаши советских времен. Они очень хорошо пишут. И поэтому я подумала. Посмотрела там в группе ВКонтакте. Кто то выложил фотографию. Как они рисуют. Так мягко. Хорошо. Все так четко. Потому что сейчас купить хорошие цветные карандаши очень сложно. Они в основном какие то прозрачные. Цвета не видно. Тут я посмотрела вроде цвет виден. Все в порядке. Я решила взять. Ну 200 рублей мне кажется это не так дорого. Точилка за 36 цветов. Там как бывает 12 цветов стоит 70 рублей где то. Вот еще кстати точилка в подарок. Точилка мне не нужна. У меня есть. Вот они так вот выглядят. Цветочки нарисованы. Видео обзор на них будет отдельный. Мы будем с вами рассматривать каждый карандашик. Как он рисует. Акварельные они не акварельные. Это все будет у нас отдельно. Да может быть этот ролик затянется надолго. Я не знаю. Но будет отдельно. И также я купила цветной картон. Нашла где то на сайте в интернете игры с цветным картоном. Ну это тоже будет короче отдельный ролик. Будем все это вместе с вами делать. Все это будет очень интересно. Вот 20 листов 10 цветов. А там еще разные картинки кстати были. Два вида таких разными картинками. Вот они. Все цвета довольно хорошие. Тут тоже будет что то. Хотела купить еще цветную бумагу. Что то я подумала что наверное можно сейчас найти цветную бумагу подешевле. Там тоже 50 рублей она стоила. Тоненькая. Прям такая тоненькая совсем. Вот. Не знаю. Мне кажется подешевле можно где нибудь найти. Вот. Купила я еще кстати также маечку. Вот. Но она мне немножечко маловато. Совсем немножечко. Вот. Но я думаю она растянется. Все будет в порядке. Конечно ходила я заниматься шопингом. Хотела купить себе маечки. Потому что у меня уже их довольно мало. А сейчас начинается лето. Начинаешь снимать какие то обзоры. То есть все время. В прошлом году я все время на камеру показывалась. И мои маечки просто износились и все. Вот. Поэтому мне нужны были другие. Но я не нашла нормальных маек. Все либо белые. Белые я не хочу. Либо какие то темно зеленые. Либо что то еще. Не знаю. Короче надо искать. Вот. Может быть как нибудь летом. Наверное пойду в магазин и куплю. Как нибудь попозже немножечко. Наверное сейчас как раз вот завозы начинаются. В нескольких магазинах я была. Сказали типа должны 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 привезти. Вроде ждем. Вот. Поэтому попозже. Вот. Ту маечку я вам потом покажу. Также что я еще купила. А ну сахар я купила да еще из продуктов. И все. То есть в принципе довольно немного посетила. Я много магазинов в поисках маечек. Вот. В принципе это у нас на сегодня все. Что. Напишите в комментариях. Как вам мой обзорчик. Как прогулка. Удалась или нет. Я старалась для вас. Старалась идти медленно. Чтобы камера не трясла. Но блин ее все равно трясет. Причем самое интересное то что через камеру не видно что ее трясет. То есть там все так мягко на экранчике. И так нежно она так это. Ну и вообще не видно тряски. А когда смотришь на экране монтировать. Начинаешь. Это вообще там так трясет. Блин не знаю как вы смотрите конечно. Вот. Ну и в любом случае я стараюсь для вас. Я стараюсь чтобы не сильно трясло. Пытаюсь ходить нормально. Ну. Как получается. Ладно. Пишите мне все в комментариях. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok